Всем привет, друзья! Чудесная погода, не правда ли? Как скажет любой англичанин при встрече с другим англичанином. И сегодня, друзья, я хочу вам сделать видео, знаете, такое. Немного радости, немного грусти, немного юмора, немного веселья и тут же, может быть, немного печали. Ну, как наша жизнь, она такая разнообразная, и она у нас как зебра, да, полоса чёрная, полоса белая. Ну и, конечно же, друзья, мы с вами поговорим, как обычно, об английской жизни. И больше внимания я уделю, конечно же, английской королевской семье. Ещё я сегодня хочу рассказать вам некоторые такие моменты, как именно англичане реагируют на всю эту ситуацию происходящую, и как они по этому поводу, знаете, применяют свой английский юмор. Ну и потом, для тех, кто ещё более интересуется, я хочу сказать, что сегодня я показываю вам этот прекрасный сад, который называется Эксбригаден, и он находится недалеко от Саусхэмптона, и мы с вами будем видеть, как прекрасно здесь цветут рододендроны и азалии. А также я сегодня покажу вам много новых фотографий, возможно, которые вы даже и не видели, фотографий, мемов и так называемый тонкий английский юмор. И начну я с коронации короля Карла Третьего. Как много странностей, курьёзов и мемов было на этой коронации. Долго-долго выбирали день коронации короля Карла Третьего и королевы Камилы. Наконец-то провозгласили 6 мая 2023 года. Знаменательный день. Кроме того, что это день рождения внука Арчи, сына Гарри и Меган, это ещё и мистический день с момента смерти Елизаветы II. Прошло шесть месяцев, шесть недель и шесть дней. Шестьсот шестьдесят шесть. Чем руководствовались организаторы? Абсолютно непонятно. Ну, оригинальностью так уж это точно. Ну, раз уж вы выбрали эту дату, так и получите. И началось с того, что корону весом 2,3 кг глава церкви Англии Джастин Уэлби чуть не уронил и едва сумел надеть на голову короля Карла. И только со второй попытки, буквально накручивая её на голову, Джастин Уэлби удалось корону водрузить на место. Он даже присел, чтобы посмотреть, ровно ли сидит или не упадёт ли. Но это, как говорится, ещё полбеды. Вот когда стали надевать корону на голову королевы Камилы, то тут случился ещё более серьёзный курьёз, потому что Камила сама стала поправлять на голове эту корону. А это очень большая ошибка. Вообще никогда нельзя никому из монарших особ прикасаться к короне на своей голове, тем более в такой серьёзной церемонии, как коронация. Кстати, друзья, я вот сказала, пытались надеть корону на голову. А может быть правильно тут сказать, одеть корону на голову Камилы? Поправьте, пожалуйста, меня, те, кто очень сведущ в русском языке. Не обошлось и без традиционных падений членов королевского караула. Вот много на фотографиях можно найти в интернете, потому что это был не единственный случай. А также случилось во время проезда короля и королевы в карете, что одна из лошадей очень испугалась, попятилась назад, встала на дыбы, сломала металлическое ограждение, врезалась в толпу, и в результате пострадала женщина-полицейский. Конечно же, невозможно забыть эту странную фигуру. Всадник смерти с косой, как здесь называют ее, или коситель. В общем-то, очень похоже на наше изображение смерти с косой. Когда стали выяснять, в конце концов, что это было, откуда вообще взялась эта фигура, кто-то говорит, что это прошел какой-то работник собора, кто-то говорит, что это пришла одна из друидов, женщина-друид в плаще, хотела поздравить короля, но не попала к нему. Но факт остается фактом. Очень странная, необъяснимая фигура, похожая на смерть с косой. Ну и еще, конечно, не остался незамеченным тот факт, что целый день 6 мая во время коронации шел нескончаемый дождь. И опять вспомнили заклятие принцессы Дианы, предсказания, так сказать. Вот стали появляться вот такие вот черные мемы. Здесь написано Tell Charles, I want him to know it was me. И, друзья, я уже говорила как-то о том, что когда-то сказала принцесса Диана при разводе с принцем Чарльзом. Она в сердцах ему сказала, что видела она такой сон, или ей было видение какое-то. Но она сказала, что я знаю, что ты не переживешь свою мать, а если ей переживешь, то все равно тебе никогда не быть королем. Ну вот и получается, что сбывается предсказание принцессы Дианы, потому что, несмотря на то, что принц Чарльз все-таки был коронован и стал королем, но опять же ходят упорные слухи, что он уже знал о том, что он болен, и болен очень серьезно. И вот спустя год всего лишь навсего его правление он сообщил о том, что он борется с заболеванием очень серьезным и очень агрессивной степенью рака. Так вот, тут опять, вы знаете, пошли, я вам по секрету скажу, не все даже знают об этом, но это, как бы, знаете, как у нас есть в WhatsApp, очень часто пересылаются вот такие вот сообщения друг к другу, откуда они вдруг появляются, непонятно. Точно так же и в Фейсбуке англичане стали пересылать вот такую смешную фразу, что, как говорится, я не помню, как она конкретно по-английски произносится, но смысл такой, что стоило ли принцу Чарльзу так долго ждать своей коронации, так долго дожидаться своей работы, быть королем Великобритании, чтобы тут же спустя год уйти на больничный. Ну, вот такая вот очень грустная ирония. Ну, и тут надо вспомнить опять, что принца Чарльза вообще не очень так как-то воспринимали и не очень жаловали британские граждане. Ну, и постоянно такие вот смешные какие-то были шутки по поводу его внешности, кстати. Посмотрите на эту кружку, как смешно здесь обыграна лопоухость принца Чарльза. Не остались незамеченными и его вот такие вот толстые пальцы, когда он держал их на Библии, при коронации клялся на Библии, то тут же не применули показать эти толстые сосисочные пальцы вот в таком юмористическом виде. Посмотрите. Какие смешные шаржи стали появляться. Всё больше и больше. Как говорится, свобода слова налицо. Ну, и не обошлось, конечно, без шоу-двойников. Здесь не обошлось без котиков и детишек. Посмотрите. Не забыли принца Луи, который постоянно курчил рожи и, как говорят, выразил общее впечатление от коронации, когда очень долго зевал. Не был забытый младший сын короля, принц Гарри, который тоже явился на коронацию. Он явился, к сожалению, без своей жены, Меган Маркл, и в качестве гостя всего лишь навсего приглашённого. И вот это место, которое ему выделили, позади принцессы Анны. Знаменитый плюмаш на шляпе королевской принцессы Анны. Это просто восторг, как писали в прессе. И бедный Гарри остался без великолепных снимков в соборе. Возможно, для Нетфликс теперь нет ни одной хорошей фотографии. И опять хочется вспомнить королеву Елизавету II и её долгое правление. Несмотря ни на что, как-то вот не было таких вот шаржей и мемов на королеву Елизавету II. Я обещала вам показать необычные фотографии, которых вы, возможно, не видели. Так вот, сейчас вам покажу одну из таких интересных и, на мой взгляд, очень странных фотографий. Вот принц Чарльз как раз перед своей коронацией решил сфотографироваться вот именно вот так. Посмотрите, обратите внимание. Это был выбор именно принца Чарльза, как будущего короля. Он здесь сфотографирован, облокотившись на огромный старый дуб. Странно, что он выбрал дуб, который повреждён. Посмотрите, вот это чёрное пятно. Уж я не знаю, но у меня такое впечатление, что этот дуб, он горел, и он очень много чего пережил. Что тут какая-то аллегория, возможно, пришла в голову принца Чарльза, или как это характеризует его. Ну и потом интересно ещё сверху, в правом углу, посмотрите. Вот эти вот пробивающиеся странным образом солнечные лучи. Вот, на мой взгляд, они как-то выглядят таким крылом дракона. Очень интересная и странная фотография. Ну и те, кто следят за новостями, конечно же, знают, что 6 мая произошли торжественные мероприятия. Так называемый Дэй-Ди высадка в Нормандии союзников. Ну и в Британии также это было грандиозное торжество. И вы знаете, что как раз здесь рядом, буквально, рядом с островом Уайт, напротив, через пролив, вот, мы могли видеть такое чудесное шоу самолётов в небе над нами. Я вот такую ошибку совершила, вы знаете, оплошность, наверное. Я, конечно, видела, это было 30 минут, шикарное, грандиозное шоу, но я не сняла для вас, потому что мне показалось, что далеко и будет незрелищно, небо было облачным, но самолёты прекрасно себя показали, просто ассы-пилоты. Очень было зрелищно, очень было много людей, это было в субботу здесь у нас, 8 июня, и в конце этого шоу так классно нам самолёты нарисовали своим красным следом пушистым, огромное сердце на небе и помахали крыльями. На церемонии присутствовало очень много иностранных гостей, ну и вот я хочу вам показать королевскую семью, король Карл Третий, королева Камила и принц Уильям. Выглядят они как-то очень невесело, потому что снова не было принцессы Кейт, хотя принцесса Кейт имеет воинское звание, уж не буду вас напрягать, какое именно, но не было её, несмотря на все ожидания. И здесь опять хочется сказать, что продолжает пресса вот, знаете, показывать нам все эти старые фото, где-то найденные в архивах, фото Кейт Миддлтон, как бы делая эффект присутствия, и всё обещая и обещая нам, что вот скоро мы её увидим, вот буквально сейчас, и снова ничего не происходит. и вы, наверное, слышали последнюю новость, буквально три дня назад появилось такое сообщение в газете Global, по-моему, что один из придворных короля, он рассказал, что происходит конкретно. Вы знаете, он рассказал такую мрачную историю, что Кейт Миддлтон очень плоха, и в общем они все буквально в таком ожидании, что может статься так, что однажды они проснутся утром и узнают страшную новость, что принцессы Кейт уже с нами нет. Вот вы знаете, многие говорят, что таким образом они пытаются подготовить британцев заранее, как говорится, заранее к плохим новостям. Но кто знает, что будет. А мы также продолжаем с вами верить и надеяться на лучшее, но надежда, она тает с каждым днем. Я расскажу вам в следующем видео более подробно еще о многом, что происходит в королевской семье. А на сегодня у меня для вас все, друзья. Берегите себя всем пока-пока.